Приветствую! За последние пару дней у себя в YouTube-канале увидел много вот таких комментариев, которые связаны со следующим вопросом. С какой даты исчисляется 60-дневный срок для обновления данных? И много людей пишут, что вот, мол, ты ничего не знаешь, вот посмотри других блогеров, мол, они рассказывают, что этот срок начинает свое исчисление с момента, когда будет оглашен приказ, указ президента об объявлении мобилизации. И, мол, не о продлении именно, а об объявлении мобилизации. И, соответственно, сейчас никто не должен обновлять данные. И вот по этому поводу хочу сказать следующее. Друзья, что есть блогеры, блогеры, цель которых набрать подписчиков. И они готовы этим подписчикам рассказывать все, что угодно, лишь бы нравится этим подписчикам, либо лишь бы люди подписывались. И цель у них одна – набрать как можно больше подписчиков. А есть адвокаты. У адвоката цель другая. У адвоката нет цели понравиться человеку. У адвоката есть цель донести достоверную информацию. И вот сейчас мы с вами увидим два закона, две нормы закона. И вы сами для себя сделаете вывод, с какого же момента начинается исчисление 60-дневного срока для обновления данных. Ну и кто, собственно говоря, прав в этой ситуации – блогеры, либо адвокаты. Итак, смотрим. И начнем мы с вот этой нормы, которую показывали блогеры вам. Ну, насколько я понимаю, честно, я этих видео не видел, но подозреваю, что показывали именно эту норму, поскольку вот в ваших комментариях вы ссылаетесь именно на нее. И здесь действительно написано, что военно обязаны должны в течение 60 дней обновить данные с дня на броня чинности указом президента Украины про оголошение мобилизации. И действительно, такая норма есть. Она закреплена вот здесь, в части 3, вот видим мы, да, здесь, вот, часть 3, статьи 22 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И действительно, тут вопросов никаких. Это норма действующая и достоверная. Вообще здесь возразить нечего. Действительно, все так и есть. Но все ли так есть на данный момент? Почему? Надо вспомнить, когда появилась эта норма, каким законом она внесена. Эта норма внесена законом 36.33. Это тот закон, который мы знаем как законопроект 10.449. Но кроме этого блогеры ничего же не читают. Не читают. А читать надо всегда любой акт до конца. Полностью надо его читать. И вот если мы откроем теперь уже этот закон 36.33, да листали бы они его до конца, эти блогеры, да, которые вам рассказывают всякое такое, то знаете, что бы они нашли в прокинцевых и прохидных положениях? Они бы нашли, вот смотрите, следующее. Вот такую норму они бы нашли. Где написано, «Громадяни Украины, которые проживали на військовом обліку, зобовязаны протягом 60 дней з дня набраня чинності цим законом уточнити першу адресу проживания, друге, номери засобів зв'язку, номери, перепрошую, і адреси електронної пошти за її наявності, та інші персональні дані, еще раз смотрим. Громадяни Украины, которые проживали на військовом обліку, зобовязаны протягом 60 дней з дня набраня чинності цим законом. З дня набраня чинності цим законом. А когда это произошло, давайте посмотрим, вот перейдем вот здесь вверх и смотрим. Набраня чинності відбулась 18.05.2024 року. І тут ви можете сказати, що, Олег, стоп, но та жа статья все равно є, а она зачем? А та статья на будущее, на тот случай, коли в Україні, надеюсь, такого никогда більше не произойдет, але якщо вдруг, когда-нибудь в Україні буде снова объявлена мобилизация, снова буде новый указ президента України об объявлении мобилизации, вот тогда заработает та норма. А сейчас работает норма закона 36.33, которая указана в переходных положениях, і де, як ми видим, с 18.05.2024 нужно обновлять данные. І плюс ще повторюсь, блогер делает все, щоб вам понравиться. І він готов розказувати вам все, що угодно, лише б ви його слушали, лише б ви його лайкали, лише б ви писали ему приятній комментарий, а не то, що ви мене пишете, особливо в последніх видео. Вот, ви понимаєте, в чем разниця? Але я продолжаю снимати эти видео, не смотря на ваши гневные комментарии, не смотря на то, що ви говорите, я відпишусь от тебе, все. Почему я це делаю? Потому що я считаю, що человеку нужно показати всю картину, не только ее красивую части. Нужно показати всю картину, показати, как работает система и что может быть, если человек делает те либо иные действия, либо бездействие. Нужно показать человеку все, нужно показать самый худший вариант развития событий. Потому что только когда человек понимает самый худший вариант развития событий, только тогда у него есть полноценная картина ситуации. И он в этой ситуации может выбрать для себя оптимальную модель поведения. Если человек не знает самый худший вариант развития событий, ну, какое он решение может принять? Я не думаю, что человек сможет в такой ситуации принять то решение, которое будет наилучшим для него. А бывают, к сожалению, такие ситуации, когда вообще хороших решений нет, когда человек вынужден выбирать между плохим и еще более плохим. Потому что так устроено законодательство. И нужно же человеку показать это. Нужно показать, что есть вот такое плохое, есть вот такое, оно еще хуже. И ты выбирать будешь сейчас. Причем сейчас мы говорим пока о чем, мы говорим о том, что нужно сделать, чтобы не получить штрафы. Да, вот в последние мои видео они как раз на это направлены. Чтобы человек понимал, что нужно сделать, чтобы не получить штрафы от ТЦК. Там за не обновление данных, за неявку по повестке, например, и так далее. А дальше, дальше мы будем говорить о том, как мы будем оспаривать эти штрафы. Но это будет потом. Сейчас нам нужно разобраться с ситуацией, что и как работает, когда мы говорим о получении либо не получении этих штрафов. И поэтому, к сожалению, я рассказываю даже те вещи, которые вам неприятно слышать. Но если вы сможете их прослушать, если вы сможете вникнуть в это, а не писать, что ты там продался, СБУ пришло и прочую ересь, тогда вы сможете найти в этом всем полезную для себя информацию и выбрать для себя правильную модель поведения. Ту, которую вы для себя определите как правильную. Друзья, если вам нравится такой подход, если вы считаете такую информацию полезной, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok